Одного желания мало. Студенчество не только весна жизни, но и период, когда амбиции растут, но они всегда находят удовлетворение. Мечтам юности сбыться суждено лишь в том случае, если подходить к ним со здравым смыслом. Новоуренгойский бизнесмен Василий Валов поделился со студентами многопрофильного колледжа личным опытом и рассказал о том, как открыть свое дело и стать успешным предпринимателем. Екатерина Ильичева продолжит тему. Можете продумывать любые направления, которые охватывать будут не конкретно одного, а придумайте что-то от вашего колледжа. Василий Валов или как его называют новоуренгойцы папа Карла. Свой бизнес начал с идеи. Простых и в то же время оригинальных подарков ручной работы. По словам предпринимателя, воплотить в жизнь можно любую прихоть клиента. Сейчас у него много проектов. Один из них – студии 3D-моделирования. Работая на себя, нужно иметь терпение, рассказывает бизнесмен. И, конечно, много трудиться. С недавних пор Василий еще и директор спортивно-метательной студии «Робин Нур-89». Он же тренер. Пока единственный наставник юных лучников. Сам увлекается этим видом спорта давно. Прошел специальное обучение в Москве. И получил сертификат от Федерации стрельбы из лука. Развитие здорового образа жизни, участие в турнирах, организовывать турниры. Готовить специалистов, которые могут постоять за наш город, за наш регион. И которые будут отстаивать честь в принципе страны. Большинство из присутствующих еще не знают, как вести полезный бизнес и сделать его самоокупаемым. Василий в прошлом инженер по бурению. Решил открыть свое дело, потому что с детства мечтал работать на себя. Но стоит помнить, что при принятии такого решения одного желания мало. Они не должны верить в мифы о том, что все будет идеально, все будет хорошо. Они должны быть готовы к каким-то определенным барьерам. И с этими барьерами я попытался их ознакомить. Я попытался ознакомить то, что разные направления, которые они будут разбирать, есть разные проблемы. И они всегда должны анализировать, они должны проводить статистику. Статистика показывает, что лишь 5% молодых людей, которые мечтают открыть бизнес или стать профессионалом своего дела, действительно достигают цели. Причина проста. Именно эти 5% действительно прикладывают все силы для того, чтобы осуществить задуманное. В будущем планирую стать инженером-энергетиком, развивать дальше отрасль электроэнергии, энергоснабжения и найти все-таки попробовать, постараться сверхпроводники. Это давняя мечта каждого электрика и инженера добиться все-таки 100% КПД получения электроэнергии без вреда до планеты. Я хочу стать учителем, потому что, я думаю, большую роль в этом сыграло то, что мне очень нравятся дети. Я хочу давать им что-то новое, давать свои знания, познавать вместе с ними этот мир. Одно из главных препятствий на пути молодежи к своему делу лень, рассказывает предприниматель. Определитесь, в каком направлении вы хотите развиваться, какие цели ставите и как планируете их достигать. В последнее время количество индивидуальных предпринимателей в Новом Уренгое увеличилось. В прошлом году за счет средств местного и окружного бюджетов оказана финансовая поддержка 10 субъектам предпринимательства на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Екатерина Ильичева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».